В Омске сегодня вновь неприятно пахло. И, к сожалению, знакомым этилмер-каптанам. Едкий запах особенно хорошо чувствовали жители нефтяников и левого берега. И так как сегодня в городе безветренная погода, на один день региональное министерство природы ввело особый режим. То есть всем предприятиям Омска запретили выполнять операции, которые могут привести к загрязнению окружающей среды. В России год экологии, а в Омске уже месяц устойчивого зловония. На протяжении нескольких недель специалисты так и не могут обнаружить источник неприятного запаха. Росприроднадзор и другие контролирующие органы уже проверили Омский Каучук, ТГК-11, завод Полиом и, конечно, Омский нефтезавод. Это крупное предприятие до сих пор рассматривают как один из наиболее вероятных виновников утечки этилмер-каптана. Об этом сообщил министр природных ресурсов страны Сергей Донской. Однако в официальном ответе Омского Росприроднадзора, наша редакция, речь идет только о зафиксированном превышении углеводорода в воздухе в районе буферных прудов нефтезавода. На предприятии все еще проходят проверки и окончательных выводов нет. Сегодня внеплановые проверки подвергли Омскводоканал. И сегодня губернатор Виктор Назаров поручил региональному министерству природы закупить два газоанализатора, чтобы установить их в советском округе Омска. Как помогут эти устройства в поисках источника утечки этилмер-каптана, объяснил пресс-секретарь министерства. Предлагаю послушать, что он сказал. Тем временем выброс адоранта из газораспределительных станций исключен технологически. Об этом сегодня в интервью телерадиокомпании «Антенна-7» заявил Василий Нагорный. Директор Омского управления «Газпром Трансгаз Томск» сообщил, что этилмер-каптан привозят в наш город из Оренбурга на автомобильном транспорте. Полученный адорант разводится по газораспределительным станциям, где сливается и хранится в подземных емкостях хранения. Далее по трубопроводам поступает расходную емкость узла адоризации газа и в автоматическом режиме по заданным параметрам вводится в газ. Перелив адоранта производится закрытым способом, аттестованным персоналом. Расход адоранта ежедневно фиксируется в журнале оператора ГРС. В целом количество адоранта для всех 24 станций в городе и области относительно невелико. Оно в среднем составляет 63 кубометра в год. Директор отметил, что сразу после выброса 14 марта следователи и сотрудники Ростехнадзора и Росприроснадзора провели в организации проверку. Нарушений они не нашли. Редактор субтитров А.Семкин